На прошлой неделе шесть фонарей на участке Полозо между Горького и Перелком Советским полностью модернизировали. Светильники 15-летней давности заменили на новые. Это по достоинству оценили местные вандалы. Теперь все, что осталось от новых ламп, это коробка со стеклом. Пострадали не только лампы, но и корпус светильников. Невооруженным глазом видно, по ним стреляли. Ущерб составил порядка 5000 рублей. Но потратить осветителям придется не только деньги, но и время на переделку. Впрочем, рабочие делятся. Наводить порядок за вандалами – это большая часть их работы. Сами по себе лампы выходят из строя раз в пятилетку, а с помощью хулиганов практически ежедневно. Чтобы хоть как-то сэкономить, приходится хитрить. На набережной реки Амур у нас установлены очень красивые торшерные светильники. И имело место быть. Вандалы разбивали данные светильники. И мы приняли решение – плафоны, которые были выполнены из стекла, заменили на пластик. От вандалов за последнюю неделю пострадало не только городское освещение, но еще и кованое ограждение набережной. Оно практически каждый день лишается металлических шариков. Восстановить их – процесс дорогостоящий. Декоративные элементы закупались вместе с ограждением. Стоит подумать, что летом, когда увеличится число жителей и гостей нашего города гуляющих по набережной, и, к сожалению, будет такой вид, потому что я не думаю, что в ближайшее время эти шарики восстановятся, потому что, прежде всего, это затраты, но, во-вторых, это труд рабочих. После каждого случая вандализма коммунальщики пишут заявление в полицию. Когда злоумышленника находят, он возмещает коммунальщикам стоимость восстановительных работ, платит штраф до 40 тысяч рублей, а в отдельных случаях попадает под арест до трех месяцев. Если вы стали свидетелем порчи городского имущества, сообщите об этом в дежурную часть.